Я вот наконец-то решился, отважился, всегда думал об этом, всегда. Здравствуйте, девочки. Могу сдать кровь? Доброе утро, да, конечно. Можно? Это не больно? Нет, это... Чтобы проверить, какова боль при введении иглы, нужно достаточно ущипнуть себя с обратной стороны локтя, вот здесь вот. Вот здесь вот? Да. Вот именно такая боль ощущается при сдаче. Все, отлично, спасибо большое. Туда? Да. Сегодня день донора выездной в самом центре города. Ради сдачи крови приходится пройти через очередь из желающих. За время ожидания можно заполнить анкету и настроиться морально. Здравствуйте. Здравствуйте. Я в первый раз. Из вещей достаточно иметь всего лишь паспорт. Кроме того, нельзя курить за три часа и не пить алкоголь за двое суток. Завтрак должен быть нежирным, что-то наподобие сухарей или каши. Если один из пунктов нарушен, можно вернуться в другой день. После заполнения документов вас проконсультирует терапевт. С сегодняшнего дня вы, да, Адам Дабаевич, вы у нас вступаете в донорство, да? Становитесь донором крови и ее компонентов. В дальнейшем должны вести здоровый образ жизни. Это одна из многих причин стать донором. Сдавая кровь, вы несете ответ как за себя, так и за того, кому ее перельют. Но перед самим действием еще один этап в лаборатории. Будем протерять группу крови и уровень гемоглобина. А, и сейчас будет больно? Нет. Видите, у нас вот этот ванцет называется. Это что такое? Ну, вы сейчас почувствуете. А, все? Все. Первая группа плюс положительная. То есть, кому я могу сдавать свою кровь? Всем, да, я так понимаю? Нет, раньше можно было всем сдавать, а сейчас же у нас группу в группу. Первая положительная, самая распространенная группа и резус-фактор. Такой примерно у 40% населения. Например, те, у кого четвертая, отрицательная, их всего 5%, обычно не сдают кровь заранее. Их, как правило, вызывают в экстренных случаях. Сейчас кулачком нужно поработать. О, какая она полстая. Зажали кулачок. Все расходится. А, все расходится? Да. Примерно за 10 минут из вас выкачают почти пол-литра крови. Она пойдет для экстренных больных, например, пострадавшим после ДТП или от ожогов. Еще одно из требований для доноров – это вес более 50 килограммов. Для худышек потеря полулитра ценной жидкости может закончиться головокружением. Но так как у нас столовой нет, даем денежку компенсации. А, то есть, когда у вас выездная акция, как сейчас, да, например? И на станции тоже. Эти деньги можно назвать кровавыми, но скорее кровно заработанные. Если вы хотите попробовать так же, фургон для доноров продолжит работать и в среду с 8.30 до 13 часов. Подробные рекомендации перед сдачей можете узнать на сайтах, которые указаны на экране. Если вы планируете стать постоянным донором, Бурятская станция переливания Улан-Удэ находится по адресу Пирогова, 7А. Отныне я могу спокойно называть себя донором. Это ни чуточку не страшно. Напротив, даже как-то приятно осознавать, что частичка меня пойдет во благо или спасение кого-то другого. А также на мне теперь лежит груз ответственности за свое собственное здоровье, чтобы я мог вернуться сюда еще раз через полгода. Будам Мунхойф, Анатолий Пляскин, телекомпания АТВ.